Сегодня мы в гостях у мастера-гончара из города Скопина, Александра Воеводкина. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы здесь сделали отделку, сделали отопление здесь, так что у нас здесь все хорошо в целом отношении. И вот здесь у нас кусочек маленький совсем. То, что в последнее время Татьяна попробовала настенные тарелочки делать. Вот она пробует, лазури всякие, соли, еще что-то, но это и ее работа. Глину, на самом деле, я готовлю сам, вручную, от начала до конца. Вообще, как я говорю на ярмарке, от начала до конца делаю все. Свероглину готовлю, потом из нее сгончарю, потом ее обжигаю, а потом лазуруем и продаем. Вот так у нас все происходит. Ну, я думаю, большинство, так честно, мастеров работают. А где здесь, по-видели, пока мы здесь? Рукомои, кувшины, да. Просто наверху есть черненые у нас вещи, да, но здесь тоже элемент черненого. А есть вот ангабированные, красные, но коричневое это молоко. Такое, самое попсовое, популярное, ну, которое везде продается. Можно все трогать, керамика любит, когда ее трогают. Это прекрасно все. Это блинница, да? Есть молоченые внизу, это наверху вот такая глазуровая. Это, кстати, сделано из БСТ глины. А не, глазурь лучше ложится. На нашей глине глазурь немножко цекуется. Ну, зато молоко так интересно. Но молоко хорошо ложится, да. Мы просто, я эту глину от начала до конца знаю, работаем ей где-то с 2000, условно, первого года. Вот я эту глину через руки провожу, и мы ее знаем уже от и до. Познаем все ее характеристики, усадки, как она с глазурями работает. А где вы ее копаете? Глина у нас здесь местная, раньше копали сами. Сейчас я, конечно, немножко оборзел, уже машинами просто заказываю себе массу. Глину привозят ее с карьера, а я дальше уже я сам ее готовлю от начала до конца. Так вот. Готовлю, у меня процесс довольно-таки сложный. Я ее размешиваю, процеживаю, потом разливаю на улице в ящики. Летом солнышко, ветер ее обдувает, она отмучивается. Зимой мороз с этим справляется хорошо. Мечтаю глиномялки, пока мну сам. Ну, за 2 часа 200 килограмм намнешь и на 2 недели работай. Потом опять 200 килограмм намнешь, опять 2 недели работай. Вот так мне происходит. Самка глиномялка. Скопинскую. Ну, вообще-то у нас карьер Шулеповский в Милославке. Вот. Это белая глина, она высокотемпературная, где-то 1200-1300. Я добавляю свою карьерную красную, ее немножко тащаю, и вот до 1000 градусов, ну, там, 980-1000-1020. С этим я работаю. Вот так у меня происходит. А вот это вот черненые, то, что там наверху в уголочке, ну, это обычные молоченые крынки, да, это на 2,5 литра. Это, когда учился, тянул слабенькие. На самом деле мне форма нравится вот эта вот. Очень красивая, очень лаконичная, ручка небольшая. Ну, здесь мы проводим мастер-классы с маленькими детьми. Часто приходит к вам? Да нет. В основном так вот. Раз в месяц кто-то позвонит, придет. Вот у нас на часто времени не хватает. Заказы не успеваем делать. Заказы на 2 месяца вперед у нас. Замечательные тарелки. Это Татьяна делает. Нет, вот эти вот тарелки делал у нас Николай, сын. Они попроще, такие упрощенные. Татьяна делала, Татьяна вот более художественная делает. И продолжать. Ну как? Ну да. Вот, все хочет научиться, всему хорошо. Вот, но немножко делает скучновато. Более технически пока до творчества все далековато. Наберется опыт. Наберется, нет. Зато у него львы прекрасные. Пойдем сейчас наверх, посмотрим львов. Пошли, Львов. А ты у меня на проводе, пошли за мной. Входим мы в темноту. Вот, здесь небольшая коллекция свистулек. Здесь очень знакомые липецкие свистульки. Вот. Часть недоделанных работ, вот недобожженные. Вот за гончаром квасник стоит. Не успел его к фестивалю сделал, да. Ну это вот охотник у меня. Видишь, вот с гончаром там. Гончар в мастерской своей сидит, да. Тут есть готовый, но немножко с брачком. Вот, поэтому... Да, да. А здесь вот наша коллекция стоит. Проходите, смотрите. Я придумал на фабрике, как делать корабль-фрегат. И вот у меня появилась одна серия маскароны, но на четыре стороны. Вот. У меня была серия этих квасников, одних травник был, маскароны, еще было. Часть уже закупили, вот один остался такой. Ну а так вот коллекция стоит где-то по углам, где-то в коробочках спрятанная. С этим мы по выставкам ездим. Работа самая последняя, 12-14 года. Вот в этом году только вот те необожженные стоят, сделал, но не успели обжечь. А долго делаете сквозник? Любая работа делается где-то от 7 до 10 дней. Потом сушится и обжигается. Любая работа, любой сложности. Как и гончарка, вытянул через 3-4 дня, ты ее начинаешь более подсушивать и потом уже доделывать. Так и любые сложные вещи. Вот Львы Николая, кстати. Фантастика. Ну да, они такие примитивные, народные и добрые, хорошие. Да, да, да. Ну что, очень хорошо получается. Ну где рыбина? Рыбина моя, у меня тут их две штуки живет. Вот одна более темная, другая посветлее. Просто пару в музеях, один коллекционер покупал. Специально сюда приезжал из Москвы за ней. Посуда вся там где-то в низовьях попрятанная. Всякие кувшины, горшки, блюда. Что-то удачное, что-то нет. Но это то, что сохранилось. Большинство, конечно, продалось. Ну, цикл. Ну, спирал гончарит. Естественные элементы все. Это барабан обычный, да. Ножка, шейка, голова, крышка. Ну, как у человека, есть все, да. Плечики свои, потом носик, ручка делается, да. Вот квасник почему называют? Квасник это с дырочкой называется. В старину вот эта дырочка была пустая. Туда ложили лед и охлаждали всякий квас там, либо это, компоты. Охлаждали все. Так подавали на это. Либо как на Украине на руку одевали, там просто кольцо было. На руку одевали несколько штук и разносили по это, по столу. Вот. Сейчас, конечно, но здесь в Капине чем уникально? То, что вот фигурные всякие вещи происходят, да. Вот это вот фигурные сосуды, либо животные, либо какие-то элементы. Это просто на каких-то сосудах. Есть кумганы. Кумганы это без дырки. Просто как большой закрытый сосуд. И все. Вот. Вот. Ну вот кракли это довольно ранние. Татьяна у меня пробовала давно вот эти кракли. Вот. Пробовала. Сперабель самые простые, как вот на руку получались, да. Потом многослойные. Это уже несколько обжигов происходит. Как китайцы говорят, младший брат самый простой. Старший брат это многослойник, а слой на слой находит. И получается там играют несколько кракли слоев идет. Это очень красивая штука получается на самом деле. Ну коллекция игрушек, так себе назвать это громко. Просто везде, где бываешь, на каких-то фестивалях, ярмарках, просто происходит человеческий обмен. Вот. Делаем обмен. Вот. Ну, Липецкий нам много надарили всего. У нас у них вообще уникальная коллекция. Вот. Недавно у меня была Александра Проскуринская коллекция, но я в конце концов ее год назад мы продали ее в музей наш Рязанский. Вот. Александра Проскуринская ездили мы туда. А в какой Рязанский возле? Наши? Нет, Краеведческий. Ну в Кремль, да. Ну в Кремль, да. Мы ездили, ему было 92-93 года. Он дожил до 102 или 103 года. Он дожил где-то. Ну у нас тоже парочку осталось. Вот. Сейчас на Дойве были, там вот Талер и ходит коллекционер. Он спрашивал, есть, говорит, что-нибудь такое. Он про Выркова сказал, но я вот Диме говорю, предложил, пожалуйста, если есть что, да, то пожалуйста, хоть что-то подзаработаешь. Ну вот, ну про Скуринки я не знаю сейчас у кого найти. Сложно на самом деле. Ну учился я в нашей школе керамической, да. Вот. Сперва просто отучился в художественной школе. Потом в армию сходил, после армии пришел. Ну пошел работать с обычным работягой. Я закончил это. ПТУ на Токаре. Вот. Пришел опять в эту, в художественную школу. Там Рожко Александр Иванович, наш старейший ныне покойник, вот недавно похоронили его. Вот. Он меня говорит, хочешь, я тебя научу в Гончарке. Он меня немножко подучил. Я после армии поступил в художественное училище. Закончил в художественное училище. Пришел сюда учить детей хотел. Закончил на педагога. Ну а летом ко мне друг подошел, спрашивает, чем занимаюсь. Ну хочу, говорю, вот, педагогом быть. Он говорит, это самое, хочешь на керамику сходить? Я говорю, ну что, два месяца. Говорю, могу сходить. Сходил, посмотрел, понравилось. Самое интересное, за неделю научился гончарить. Через две недели продал своего первого полкана. Мне так понравилась эта керамика. Заболел, до сих пор болею. Вот, люблю все. Люблю глину мять, люблю гончарить. Люблю, когда из печки все выходит красивое. Балдею всего этого. Ну и результат, то, что от этого продается все хорошо. Ругаемся за качество с Татьяной. Она меня ругается, я на нее ругаюсь. То есть, ну, вот у нас за счет качества у нас есть постоянные клиенты, есть коллекционеры, все здорово. Слушай, опять же, сейчас вот эта кубовая, раньше бы здоровая такая. Ну, это не кубовая. Раньше была на 200 литров, это на 300 литров. Это не кубовая. Вполне достаточно. У нас здесь по скопину ни у кого нет большой печки. Ну, 180 литров. Мы обжигаем 2-3 раза в неделю. Ну, когда ритм работы, наверное, не найден, тогда там раз в неделю или раз в две недели. Ну, от того. Вот сейчас у нас что-то самодостаточное, мы особо не напрягаемся. Клиенты постоянно, сколько не сделаешь, только возьмут. Ну, правда, определенный товар. Он, правда, уже надоел, ну, кормит. Ну, что сделаешь? Ну, что делает, да. Вот наша печевая. Все печки сделаны своими руками. Печки научился делать у Зарубина. Вот эту собрал. Первую печку я им помогал собирать к Лощининой. В фестивале, ну, 2 года назад. Это, наверное, 6 лет назад получается. 2 фестиваля назад, 6 лет назад. Сперва Зарубину помог для Лощининой собрать печку, потом себе собрал вот эту. Попозже я себе собрал уже вот эту печку. У меня спера была из легковеса на 200 литров, потом из ШВП сделал уже на 300 литров. Вначале мы руками поднимали, потом я плюнул, купил спокойную лебедку, да, и вперед с ней работать. Там даже 85 градусов. Лебедка я сделал просто... Иногда я уезжаю на ярмарки, а Татьяне приходится обжиг делать. И ей легче ее открыть. Сегодня здесь просто был обжиг, поэтому здесь довольно-таки 85 градусов. Я сегодня... Просто клиент приезжал, и я ему утром еще молочил. Регулятор АКТРН, да? Это поликон стоит. А, поликон. Это поликон, да. Ну, примерно то же самое. Ну да, но мне поликон больше понравилось, как Зарубин прорекламировал, я на поликоне и работаю. Они довольно-таки долго у меня работают, и на них просто куча программ можно поставить. А у нас трехфазные. Да, здесь вот трехфазные. У меня вся беда в том, что у меня... У всех фаз не хватает. И поэтому на 80 литров, 60 литров печечка, и все. И не более. Все, что он потянет, да. Все основное там на самом деле внутри. Она МКЭК и сделана. МКЭК. МКЭК. Одеяло. Да. Ну, эту крышку я ее облегчил, но сделал три слоя. И то даже где-то углы проложил. А больше уже не надо. На самом деле два пойдет, но я вот из-за этих швов, со стыков. То есть сколько лет у тебя это печь уже? Лет шесть, наверное? Слушай, а я не помню, может уже и десять. Потому что я помню, приезжал на этот... Я только единственный один раз на ней спираль менял лет через пять. Тринадцать, а девятнадцатый. Ну, в общем, она у меня очень давно. У меня так простояло лет пять, потом я вот из ШВП сделал. А та была у меня из ультра, тоже из ультра кирпича была. Ну, просто кирпич он толще, естественно, площадь была меньше. Ну да. Плюсу греть. А потом, как на родном заводе стали разбирать там печь, я говорю, мне бэушные, принесите плитой. И мне принесли там метр на девяностый. А я надолбил себе, сделал попроще. Да. Когда рядом завод, вообще прекрасно. Вообще жизнь прекрасна. Ну да. Все можно достать. Все можно купить. Самодельное, да? Все самодельное. Отначально станки самодельные, печки самодельные, глина самодельная. Как Заровин говорил, самое интересное, главное, это все работает. Когда я первую печку тяп-ляп собрал, он говорит, главное, это все работает. Ну сколько я себе стою. Первый пирог, он всегда интересный такой. Знаешь, себестоимость вот этой печки, у меня обошлась 2000 спираль, ну и 4000 плитой. И дальше своя рука, ну и прибор там, сколько он стоит? Людмитал. Третья печь сделана, как это? Просто ШВП на 50. Вот она здесь на 80 литров. Это тоже на 80 литров. Но это просто самая первая печь, которую я собрал, которую мне Зарубин показал, как собирать. Я научился сам варить и начал ее делать. Собрал ее. Вот она получилась с ручками, чтобы таскать ее. Вторую я же, конечно, уже попроще. Я вообще стал без одеяла делать, без лишнего железа. ШВП вполне держит все, без охраны. Просто после обжига это немножко чуть быстрее остывание происходит. Не сутки, полтора, а там, допустим, за сутки весь обжиг и остывание происходит. Поэтому я перестал всякую шлуху делать снаружи. В смысле вату, да? Да, вату, жесть делать, лишняя геморрой и работа. Но я сейчас хочу себе сделать чернильную печку, вот там я буду все делать. Я сейчас себе купил нержавейку, хочу себе картон огнеупорный купить, и у меня ШВП есть, уже сделать печку специально для чернения. Там, естественно, требуется безкислородный обжиг. Чем плотнее все закрыто, тем лучше. Заварить все надо. Ну да. А зачем в мастерской три печи? Ну, на самом деле, в большой мы регулярно обжигаем, а в маленькой, четко, доехстренные бывают обжиги, либо глазуровка, либо... У меня вообще еще есть маленькая муфельная печь. Это для... Когда появляются новые глазури, мы делаем всякие пробники. Четвертые, да? Да. Мы делаем либо в муфельной печи, либо в этой делаем, в средней печке. Потому что на какой-то мы пробовали и чернение делать, и раку, когда быстрые обжиги нужны. Вот. Все это так. Именно для больше показаний демонстрационных вещей. Да, это самая первая мастерская. Вот с этого. Мы начинали вообще даже не с этой мастерской. Мы начинали, где сейчас у нас кухня. Там было у нас два квадрата в доме. Мы поставили там печку, поставили станок, и во всем доме у нас была вся глина. Потом мы... Потом у нас сосед, вон тот большой дом, ломал домик, мы у него взяли сруб, построили вот эту мастерскую и начали здесь работать. Потом у нас сосед умер, купили дом, перестроили его и так вот расширились. Самое интересное у нас в том углу коллекция. Она довольно старенькая. Вот. Вот черненая у нас миска. Это где-то 18 век. Она там с одной стороны отколтая. Я вот ее реконструкцию делаю. Вон кастрюлька у нас красивая. Это с чердака в одной достали, да. Крышка, конечно, не оттуда, но приблизительно такая. Вон решето стоит старенькое, которое вообще никто не делает. А оно у нас стоит. На самом деле решето делалось не для посуды. Корчага стоит. А для чего решето не было? Решето в старину мясо в нем вялили. Не как сейчас, да? Они мясо положили его под пресс, оно продувалось, повялилось, все. Готово съедобно. И снизу все там должно быть. Все там есть. Возьми, не бойся ее. Не развалится? Нет, это не развалится. Я поэтому иногда делаю этнокопии. Кувшин есть, есть там керосиница с узким горлышком. Где, где? Вот, бутылочка с узким горлышком стоит керосиница. Вот эта? Да. Вот. Это на то, что я каждый день смотрю, очень любуюсь формами ими. На них я всегда учился и учусь. Вот это типа бальсан, да? Ну, это корчаг называется или банка большая. Были, они разных размеров были. В них и соленье хранили, и варенье, и очень большие это сыпучие вещи были, зерно хранили, еще что-то. Ну, если в наши кривечки попадете, все там узнаете, все увидите. А это ваш скопинский кувшин? Да, это наш скопинский кувшин. Кстати, в прошлом году примерно на него был конкурс. Точно, точно. Да, и я вот, а я его просто умею тянуть. Я в прошлом году стал лучшим гончаром по этому кувшину. Вот так вот. Ну, примерно вот такой он был. Ну, и у меня тут самый любимый стоит, это крыночка. Вот. она вот такая полосатая. Самое интересное, что ножка даже кривая была у нее. А то, что тянули на ручном. Но форма, мастер. Вот, знаешь, вот досечкой все это делали, полосочки, рисунки оставались. Вот она стоит всегда у меня перед глазами. Почему у меня крыночки говорят очень хорошие? Вот у них я учился. у меня тоже донышка получается меньше, чем горло. Да, донышка должно быть меньше. Самое интересное, что у них оно просто кривое всегда было, потому что круг всегда ходил. Дмитрий, Дмитрий нет, он знает. Он вот тянет на таком, на ручном, да? Вот, который в старину и у нас такой же использовался. Ну, а сейчас я вот работаю на этом станке, тоже самодельный, глина. наша глина. это остаточки. Да, маховик, мотор. Вот, сейчас там подшипничек немножко разбитый, гудит он у меня. Вот, на нем я всю жизнь сижу и работаю. Девчонки вон знаю. На любом могу тянуть, даже на ручном. Ну, электрически просто все побыстрее происходит. Вот, уже приспосабливаюсь к своей глине, к своей массе, к своему станку. Так. Это еще не маленькие. Маленькие были у меня бирюльки. Подарил Саше Трудакову, он теперь их немножко делает. У меня руки не доходят. Ну, ири, так, я сюда вот, ирию, просто чтобы вода не брызгалась, вот так губку прижимаешь, все за резинку. Инструмент. Лайфхак. Инструмент. На самом деле, Илья, вот у меня вот уже некоторые вещи отработаны от и до. Вот есть чертежи, схемы, вес какой у них на каждую вещь. Я каждую вещь, вот те же супницы делаю, кружки делаю, я знаю, сколько на нее нужны глины моей, какой размер я вытяну. Вот, все протягивается от и до. раньше, когда учился, естественно, там, токарным делом занимался, что-то дотачивал, сейчас настолько приспособился, что все тяну в один раз, только останется загладить, замыть и ручки приклеить. Саша, ну, если ты хочешь делать крыльку, ты просто берешь кусок глины уже... Я знаю, на 2 литра столько нужно. Вес уже берешь? Да, на 2 литра мне... Весов уже не надо, да? Нет, я на самом деле с весами, но, правда, это, вот, когда нет весов, я без весов делаю, но, когда мне нужно большую партию одинаковых сделать, делаю все с весами. Ну, а когда на мастер-класс приходит ко мне, вот, или на демонстрацию, телевидение снимает, я на глаз делаю, все равно все то же самое получается. Таш, уже знаешь, какой размер. У меня не шаблоны, да, рисунок. Когда что-то новое делаю, я опять делаю схему, вот. Ну, это старые раскопки рязанские, еще какие-то тут, ну, тут по ним еще учился. Здорово, да. Ну, из этих я тут, ну, допустим, несколько вещей отсюда беру, которые мне очень нравятся, формы. Еще много, и там, еще много вот здесь, на этих эскизах, которые на скорую руку нактрепал, вот видишь, вот всякие тарелочки, да, что тут у меня, сопница, вот, кружечки, еще кружечки, солонки, я их тут так, как карты, листаю, да, вот, сопницы, самый желтый, это самый старый, видишь, старая сопница, вот повыше сопница, вот чайничек, конечно, вот так вот я вытянул, померил, потом тяну, либо прибавляю, либо убавляю глину, работа такая интересная, веселая, всегда с этим работаю, раньше так не делал, вот видишь, рукомойчик, да, который там был, вот так и тянул, это вот, кстати, та реконструкция, вот так, которая черненькая, в миллиметрах, ну, соблюдаем, стараемся понять, чтобы, как это все было, инструменты, штампики, штампики, там все валяются, стейки, обточки даже сами делаем, честно говоря, вот наши обточки, делаем из обычных, пружинных часов, да, на обычный фломастер делаешь, и с этим вот работаем, вот, всякие патрончики, ну, всего много, но стейки, такие, тут стейки, линейка всегда присутствует, прямой угол делать, и прямой угол, и все делаем, ну, что, и такие еще, формы для печенья, чего толка не делаем, это размеры под часы, еще часы делали, часы замки, часы корабль, часы орлы, были такие у нас вещи, вот, это мы, молодые, нас местный Ашот фотографировал, вот, ты не списываешься, молодые, ты молодой, ну, да, я еще молодой, согласен, да, это все раскопки, столовая, тут все у нас, у нас на самом деле написано, поливная керамика древней Руси, вот, здесь, лепная керамика, 19-20 века, бисостепные полосы, все здесь написано, на самом деле, даже с этим, но это все есть, в книгах, в интернетах, все есть, да, это просто я для себя скачал, распечатал, вот, формы какие-то понять, ну, вот мой молочник, который оделась ручкой, это вот эта вот форма, вот эта, 29-й, кружка бульониц, это вот эта вот форма, да, вот такие формы прекрасные, вот, кувшины здесь, что мне здесь, если где-то нравится, конечно, я не пробовал, но очень, на них, вот это все постоянно перед глазами, она все это учит, правит, геометрию выверяет, да, пропорции, потому что кувшины, как в старину, не такие узенькие, как все учились, а наполненные, чтобы плечики были, чтобы туловище было, ножка, ножка была, все вот это, обычная мастерская, у нас, потому что есть другие, она вообще-то наоборот, она когда отпечатывается, она получается правильно, нормально, вот он скопин, который отминается, я на гипсе вырезал, потом глиной отмял, получилось наоборот, а когда глиной печатаю, на своих кружках получается скопин, вот, рядом, вот, только натуральная, вот тоже такой же принцип, это наклеивается, то есть это такие буковки, ты все-таки сам вырезал, конечно, нет, я художник, рисуем сейчас, ну сейчас компьютеры есть, никаких проблем, я буду, как стоматолог, да, как стоматолог, вот такие штуки, сам точил, сам подбирал, вот, вот такие штуки, вот их подточил, работаешь с гипсом, картинки сейчас проще, на компьютере делаешь их, делаешь зеркалку, переводишь просто обычной калькой, и вперед, чуть-чуть подрезал, глиночка отмял, рисунок не нравится, поглубже сделал, и все, все очень просто, но трудоемко, ну как много, все постепенно, не то, что сразу, а все постепенно, потому что вот тот же Орел, вот оно, это Скопин, это Рязань, где-то вот сейчас Тулоп, самый последний, который я резал, музей оружия, Илье, Илье должно быть, это все понятно, классно было, на-на, новый музей оружия, не то, что старое, новый там, шлемовидная форма, все, делаются и мелкие рисуночки, вот такие вот, да, вот он, лук и стрел, есть у меня и большие, и маленькие. Так что, друзья, держите перед собой образы и эталоны древнерусской культуры, делайте печи сами, ну и, конечно, лепите и сказочные волшебные глины. А с вами был я, Илья Калашников, и Александр Воеводкин на волшебстве керамики. До скорых встреч! До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова